Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября и сегодня, когда я снимала видео на тему зимний огород, я сказала, что начинающим огородникам, конечно, лучше начинать с лука. То есть выращивать зеленый лук, лук на перо, там из различного посевного материала. И я сказала, что только лук в основном можно вырастить на окне без дополнительных затрат, то есть без лампы, без каких-то там, ну, просто лоток и земля, все. Но сейчас я хочу сделать вам полный обзор моего зимнего огорода, рассказать, что где растет, что можно вырастить с одной лампочкой, для чего нужны какие-то дополнительные условия. Расскажу, что растет очень хорошо, а что не получается и почему. Короче, сейчас краткий, постараюсь быстрый обзор зимнего огорода. Начала я вступление, сделала в палатке, но так как у меня и на окнах стоит, вот сейчас перешла на окне, где растет лук. Вы, наверное, заметили, что сразу меняется освещенность, потому что лук стоит на окне у меня без каких-то дополнительных. Видите, как сера и сыра за окном, хотя час дня. Вот видно, что, вон, видите, дым идет, видно, что соседи там топят печку, все мы топим печки уже. И вот из-за того, что у нас продолжительный период, вот сейчас льет, льет дождь, льет, льет дождь, холодно, из-за того, что продолжительный период нет солнышка, то даже лук на окне без дополнительного освещения, смотрите, перышки начали, видите, бледнеть и желтеть. Вот его нужно сейчас скорее поедать. Я вот сейчас новую партию буду сегодня же сеять, а этот, ну, я каждый день сажусь, выщипываю. Мы его уже, конечно, повыщипали, но его нужно съедать, потому что без солнца в таком взрослом состоянии даже лук растет плохо. Но все равно лук можно вырастить без дополнительного какого-то освещения и просто на окне. Следующие овощи по сложности, которые у меня растут, это салат и редиска. Они у меня растут тоже на окне, но вы видите, что здесь уже вот эта лампа у меня, вот как раз та лампа, о которой мы говорим, что которая необходима при зимнем выращивании, потому что кроме лука без лампы ничего не растет. И вот когда лампа включена и когда мы смотрим туда на улицу, кажется, что это вообще, кроме моего отражения там ничего не видно, кажется, что это ночь. Но там у нас час дня. Сейчас вот с этой стороны еще заглянем. И вот там вот эта лужа, которая у нас уже как море. Видите, и дождь идет, 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 идет. В такую пасмурную погоду, если особенно продолжительный период салат, сеять и выращивать, если у вас нет дополнительной подсветки, не стоит. Такая же ситуация будет с редиской. У меня редиски два ведра. Но это вот до томатов, я хочу вырасти с редиску. У нее уже настоящий лист, все. Но опять же, она стоит под лампой. Если бы лампы этой не было... А, помните, я показывала, вот как раз она только-только выковыривалась отсюда из земли. Вот это уже эта редиска. Если бы лампы не было, смысл редиски садить бы не было. Это вот второй этап, вторая ступень. Чуть повышенная сложность, но еще не сложно. И салат вырастет, и редиска вырастет. Тут вот новой партию укропа я посеяла. Укроп и еще один салат. Но здесь укроп тоже, он очень требовательный к освещению. Не знаю, вырастет он или нет у меня на окне. Ну вот, пока так он у меня выглядит. И, конечно, лучше всего растет салат вот в этой растительной палатке. Он прям пышет. И такой салат, и тот, который вот я говорила, импортный. Тут у меня, смотрите, выросли сорняки. Они уже прошли полный цикл и зацвели. Вот эта сорная трава, я не стала ее выдергивать. Потому что жизнь сорняков, их состояние, это тоже в какой-то мере можно по ним следить, хорошо ли. Вот видите, тут разрослись уже такие кусты. Они уже даже... Им, конечно, здесь тесно. Мало места в этой палатке. А особенно вот здесь, где я насыпала от души. И густо-густо-густо. Им уже и питания не хватает. Их нужно вроде бы уже и съедать. Но, во-первых, их очень много. А, во-вторых, я же больше, более для эксперимента, чтобы, ну, посмотреть, поэкспериментировать, как себя чувствуют растения. Вот салаты здесь растут идеально. Я говорю, что они прям... Видно, что им здесь нравится. Но у нас же есть другие овощи, про которые я говорила, что их вырастить сложнее всего. Это огурцы. Вот она, крохотулька. Помидоры, перцы. Вот этот огурец. Не знаю, как он дальше будет расти. Я вообще не предполагала выращивать огурцы, но все-таки посеяла. Сразу признаюсь. Нашла какие-то старые семена, остатки. Сходили очень-очень долго. Этот зашел. Вот один еще только пробивается. Три огурца. Так как палатка небольшая, огурцов сеять много не стало. И у них вот только-только... Сейчас, ой, подождите. Только начал появляться листик. Но по размеру я вижу, что они очень дохленькие. Потому что огурцам нужно и освещение, им нужна другая влажность. У нас сейчас дома очень жарко. И хотя я закрываю вот эту растительную палатку, все-таки эта жара передается. Так, огурцы сложно выращивать, которые без дополнительных каких-то усилий не вырастут. И, конечно, сложно выращивать помидоры. Вот смотрите, помидоры у меня уже какие-то в бедрах. Какие-то я распекировала вот позавчера в стаканы вот такие. Даже если я вам не показываю, ничего не рассказываю, но работы в зимнем огороде все равно продолжаются. Золотые яйца набрали цвет. Видите бутоны? Все золотые яйца у меня стоят с бутонами. Сейчас покажу. Вот, видите. Но им, несмотря на то, что они и бутоны выпустили, сейчас и зацветут, им приходится очень-очень сложно. Потому что у нас очень сухой воздух, и я... У меня нет увлажнителя воздуха. У меня нет даже прибора, который измерил бы, какая влажность воздуха. Я знаю, что им нужна повышенная. И вот из-за этой сухости у них начинают... Вот смотрите, видите листики как? И загибаются, и края есть немножко как подсыхают. Мне кажется, это из-за того, что сухо. Но солнце вот под этой лампой... Кстати, сегодня про лампу расскажу, что победительница все-таки получила лампу, хотя многие боялись, что не пришлют китайцы. И вот по сложности, по ступеням вы видите, что какие-то растения можно вырастить и без всяких растительных палаток, и без этих современных ламп, такие как лук. Какие-то, например, салат и редиска обязательно нужно подсвечивать уже. А вот томатикам и огурчикам тут не только нужно подсвечивать, но нужно им создавать особые условия. Я не знаю, смогу я создать или нет. У меня вот этот опыт по выращиванию зимой овощей, он первый. Но самое главное, я для себя выяснила, что рассаду до того периода, вот до высадки в грунт, вот в этой растительной палатке я вырастить смогу. Потому что вот эти золотые яйца, которые с бутонами, они как раз у меня вошли в ту фазу. Короче, они выглядят сейчас так, как должны выглядеть томаты, которые мы высаживаем в открытый грунт. То есть рассаду я здесь себе выращу, это точно. Вырастет ли спелый помидор здесь, я не уверена, но я по-честному все вам расскажу. Если мои томатики сдохнут, значит я что-то сделала не так. Значит я не смогла им предоставить весь спектр вот этих условий, влажности, температуру. Я еще над этим работаю. Зимний огород именно на помидоры и на огурцы у меня первый раз. Ну а салат с луком уже ем ежедневно. Все, до свидания. В следующем видео я расскажу вам о том, что лампа все-таки дошла до своего победителя. И о том, что еще будет лампа и еще будет палатка для розыгрыша. И о том, что лампа все-таки дошла до своего победителя.